Дамы и господа, всем привет! Сегодня расскажу много интересного. В первую очередь про Wi-Fi 7, про роутер с Wi-Fi 7, про отличия Wi-Fi 7 и 6E, про то, работает ли Wi-Fi 7 в России, и если нет, то как починить, и расскажу, надо ли оно все. Если вкратце, то да, конечно же надо, и да, все работает в России. Разбираться будем на примере роутера с адекватной ценой и даже адекватным названием Xiaomi Rooter BE7000. Запомнить несложно. Не хочется обсуждать разницу между всеми версиями Wi-Fi, тем более не раз я об этом рассказывал, но напомню, что есть актуальные на сегодняшний день стандарты. Во-первых, это Wi-Fi 6, он же 802.11ax. Скорость тут до 10,5 гигабит в секунду, это почти в два раза больше, чем Wi-Fi 5. Там 6,77 гигабита. Хотя, поверьте, самое важное отличие между разными поколениями Wi-Fi, это не скорость, это вот не самое важное. Дальше идет Wi-Fi 6E, тоже 802.11ax, но буква Е тут расшифровывается как Extended. Здесь задействуются частоты в диапазоне 6 гигагерц, хотя сам Wi-Fi 6 может работать лишь в сетях 2,4 и 5 гигагерц. И этого удалось достичь благодаря 14 дополнительным каналам по 80 мегагерц и 7 дополнительным каналам по 160. И так вышло, что 6E, наверное, самый неудачный стандарт из-за малого распространения, потому что есть региональные ограничения, вот те же Apple. Они используют в своих новых айфонах, айпэдах, макбуках стандарт 6E, не 7. Нужно же несколько лет еще подождать. И даже если ваш роутер поддерживает стандарт 6E, то, скорее всего, он не будет работать в России на вот этих новых устройствах Apple, потому что либо есть ограничения в прошивке самого роутера, либо Apple как-то это дело ограничивает уже со стороны своих операционных систем. Или, допустим, у вас есть роутер с Wi-Fi 7, то 6E тоже не заведется, потому что роутер работает либо в 6E, либо в 7-м Wi-Fi чаще всего, если не всегда. Или, к примеру, возьмем Google Wi-Fi Pro, который я хвалил, говорил Wi-Fi 6E, классно. На айфоне не работает, на маках работал раньше, потом обновилась прошивка непонятно где, то ли на маке, то ли на самом роутере, и туда в список внесли, что в России запрещены вот эти 6 ГГц, перестало работать. Ну, то есть, это очень печально. Я поэтому Nest Wi-Fi Pro и перестал пользоваться. А вообще, я фанат роутеров, потому что часто их меняю, мне вот это интересно, но существует две вселенных. Это микротики, это кинетики, TP-линки. А есть роутеры, которые, ну, типа, не надо настраивать. Ты воткнул, и все работает уже неплохо. Это в свое время были OnHub, это те же самые Google Nest Wi-Fi Pro, это Ubiquity. И не хочется вот в этот мир с сложными настройками залезать. Это интересно, просто времени на это нет. Но пришлось, хоть и через черный ход. Вот братья наши китайцы сделали. Так, мы отвлеклись, теперь продолжаем. И вот здесь надо рассказать про еще один недавно появившийся сертифицированный стандарт под названием 802.11BB. И называется он Wi-Fi. Это как Wi-Fi, только данные он передает от источников света в комнате. История новая. Звучит очень странно, очень обнадеживающе. Но до лампочек, раздающих Wi-Fi, мы еще доберемся, когда они выйдут. Поэтому сейчас говорим уже о Wi-Fi 7, который вот теперь наше все. Это вершина цивилизации. Ныне актуальный 802.11BE. Стандарт, как и Wi-Fi 6E, поддерживает работу в трех диапазонах 2,4, 5,6 ГГц. Из нового полоса 320 МГц. Агрегирование каналов и использование до 16 антенн. Потенциальная скорость при этом до 46 Гбит в секунду. Я тут пока рассказывал, вы табличку видели, можете сравнить. Можно поговорить и про Wi-Fi 8, но сейчас есть информация о том, что он теоретически может из себя представлять. То есть официально его еще не показали. Да и не готовы мы все к нему. А вот к интеграции мы все готовы. Я, как и многие, из дома без ноутбука вообще не выхожу. Вдруг что-то срочно сделать необходимо. А с собой таскать кирпичи как-то не очень хочется. Ноутбук должен быть компактным и легким. И мощным. В Яндексе тоже подумали-подумали. И придумали бренд LUNEN. В нем пока две модели. И обе эксклюзивно продаются на Яндекс.Маркете. Называются Ground 15 и Ground 16. Догадались, какие там диагонали? Оба металлические, с Full HD экраном. 16 гигов оперативы и SSD на 512 гигабайт. А вот дальше начинаются отличия. Ground 15 предлагает и так мощный Ryzen 5 5500U. Но 16-й еще мощнее. Там Ryzen 7 5800U. То есть это полноценные рабочие лошадки. А не просто в браузере посидеть. Тем более порты к этому располагают. Тут есть слот для SD-карт, миниджек, HDMI, 3 USB-A и Type-C. Старшей модели уже 2 Type-C. Плюс сканер отпечатков имеется. Ну а дизайн какой? С этим у Яндекса всегда был порядок. Алюминиевые и при этом тонкие, легкие. В большинство рюкзаков поместятся и спина не отвалится. Клаву отдельно похвалю. Выглядит нарядно, есть нампад. А главное правильный Shift и Enter. Только с такими и надо покупать. Купить ноутбуки, придуманные в Яндексе, можно по ссылке в описании. Продолжаем. Ну какой Wi-Fi 8? 7-й это еще в зачатках, а он уже в 5 раз быстрее 6-го. Ну где вы видели 7-й Wi-Fi? В офисе только у нас, но вы у нас в офисе. Не бываете? А смартфоны с Wi-Fi 7 есть. Но и нюанс тоже есть. Смартфоны есть, а роутеров нет. Но один из немногих Xiaomi роутер BE-7000. Тут тоже интересно. Сначала модель получила название Xiaomi роутер 7000. Или AX-7000, а AX это Wi-Fi 6. А потом Xiaomi выпустила обновление, добавляющее поддержку Wi-Fi 7. Тогда пришлось делать ренейминг BE-7000. Почему я выбрал именно этот? Да очень просто. В основном роутеры выпускаются только для США, потому что там Wi-Fi 7 официально разрешен. Но когда ты возишь их сюда, то ничего попросту не работает. Да, можно там поковыряться с настройками сети на андроиде, симку американскую вставить, еще что-то и тогда заведется. А здесь тупо Алиэкспресс приехала и все работает. Плюс его функциональность это нечто. Но начать стоит с внешнего вида. Вряд ли вы захотите поставить роутер на самое видное место в квартире, но конкретно этот, ну можно, потому что неплохо выглядит. Сделан он в форме треугольной призмы, корпус пластиковый, с небольшим цветовым акцентом сверху. Обратите внимание, название просто роутер 7000 без букв. Ну и компактным этот девайс точно не назвать. Он ощутимо вытянутый, громоздкий, но мне нравится. По периметру есть 7 антенн, еще 2 антенны находятся. Внутри и того 9 штук. 4 антенны бьют на 2,4 ГГц, еще 4 на 5 и 6 ГГц. И одна антенна нужна для выделенного канала AIOT устройств, то есть для умного дома. Тут также есть метка NFC, чтобы быстро подключиться к сети, если роутер стоит где-то на видном месте. Приложили смартфон и готово. BE7000 может делать сеть с одним названием на все три канала, 2,4, 5 и 6 ГГц, а может их разделить. То есть будет три отдельных канала на каждую частоту. Это в принципе очень удобно, но на форумах пишут, что из-за этого падает и дальнобойность, и скорость. И в целом подтверждаю, не очень это хорошо. То есть я использую один SID. Не очень это удобно, было бы логичнее использовать три, но скорость важнее. Внутри у нас стоит 4-ядерный Qualcomm IPQ 9554, или как его называют Qualcomm Networking Pro 620. Интересно, почему такие отличия в названиях. И в целом, почему это важно? Смотрите спецификации. Чип поддерживает Wi-Fi 7, модуляцию 4QM, мэш и многие другие технологии. Частота каналов до 320 МГц, конечно, есть и 160, и 80. Так что совместимость со всеми устройствами гарантирована. И да, благодаря чипу роутер может работать сразу в трех диапазонах. Собственно, не зря тут столько антенн. Оперативной памяти целая гигабайт, и вот зачем она нужна. Во-первых, роутер выдержит до шести сотен устройств одновременно, при том, что это бытовой роутер, а не промышленный. Во-вторых, на нем работает протокол SAMBA. Вы можете подключить к роутеру NAS-хранилище жесткий диск или флешку и получить доступ с любого устройства в локальной сети благодаря USB 3.0. Скорость передачи при этом 260 МБ в секунду. Это около 2 ГБ в секунду. Это вау! Кстати, очень важно. Хоть тут и есть USB, LTE модем к нему подключить не получится. Но, с другой стороны, зачем покупать такой роутер, чтобы на даче раздавать, ну там, максимум 50 Мбит в секунду. Проще какой-нибудь дешевый купить. Они все со всем этим прекрасно справляются. Что касается Mesh-системы, естественно, есть поддержка. Но я в последнее время стал противником Mesh-системы. Системы стал противником, потому что вот сколько роутеров у меня было, все в Mesh-си, через время они начинают глючить, нагреваться, надо перезагружать. И очень бесит, что смартфоны часто подключаются к самой дальней точке доступа. Не к ближней, а к дальней. Почему так происходит, я не знаю. Вот абсолютно везде. Поэтому хотелось иметь один роутер с большим покрытием. А этот как раз где-то, ну, 120 квадратов тянет. Один этаж, естественно, со стенами, понятное дело. Но вот для дома, не знаю, будет ли его хватать, я не пробовал. Ну и, наконец, третье, это докер. По сути, ядро Linux с виртуализацией. Возможности он дает массу, но большинство из них связано с обходом блокировок. Поэтому я вам про них не расскажу. Но поверьте на слово, иметь микро-линукс внутри – это фантастика. Что по разъемам? Кроме упомянутого USB, есть порт питания 4 Ethernet. Всем понятно, зачем они нужны. Но даже тут Xiaomi выделились и поставили порты на 2,5 гигабита. Они просто гигабитные, как везде. Потенциальная скорость до 2 с плана раза выше. Более того, BE7000 поддерживает IPTV. И для тех, кто пользуется вот таким телевидением, это круто. Но, по сути, не нужно покупать отдельную коробку. Все нужно есть в роутере. Вряд ли ваши местные настройщики с такой техникой справятся. Но своими ручками сделать можно. А еще эти порты работают и как LAN, и как WAN. И вы в теории можете подключить сразу два провайдера. Это режим приоритизации. То есть один отрубается, если что-то случилось. Вырубается второй. Но более того, можно агрегировать эти порты. Заказываем два провайдера по 2,5 гигабита в секунду. И в теории получаем скорость 5 гигабит в секунду. Можете себе такое представить? Я даже для коммерции таких скоростей не видел. Это интересно. Кстати, напишите, какая скорость у вас. Может быть, у кого-то есть такая? Жду комментарии. Ждали знак? Вот он. Яндекс запустил наборы в бесплатные летние школы. И неважно, студент вы или опытный спец, рады всем. В этом году программа расширилась. К школам разработки интерфейсов, бэк-энд разработки, мобильной разработки и менеджеров добавилась школа аналитиков-разработчиков. Школа менеджеров обновилась. Теперь на программу набирают менеджеров продукта или проекта с опытом работы от двух лет, которые хотят улучшить свои навыки и перенять опыт руководителей Яндекса. Еще одно нововведение. Лаборатория. Это оплачиваемая пятинедельная практика в Яндексе, на которую могут попасть лучшие студенты. Участники лаборатории будут решать реальные задачи сервисов Яндекса. Обучение проходит в два этапа. Онлайн-этап. Слушайте лекции экспертов, выполняйте задания и участвуйте в семинарах. Очный этап. Он проходит в офисах Москвы, Питера и Екатеринбурга. Студенты объединяются в команды и работают над проектами под руководством ментора. Принять участие во втором этапе смогут участники из всех городов. Компания оплатит дорогу и проживание всем, кто успешно пройдет онлайн-часть обучения. Программу разрабатывают сотрудники Яндекса. Они же выступают в роли преподавателей и менторов. В этом году в обучение ввели курс по социальным навыкам. И такой навык будет еще одним бонусом на собеседованиях. Заявку на поступление можно оставить по ссылке в описании. Удачи! Адаптация для геймеров тоже есть. Приоритизирует вот эта штука трафик для игр. Если это нужно для PS5, Xbox, для компа, для каких-то приставок. Можно и отдельный порт выделить, подключить по нему PS5. То есть он изначально трафик будет пускать к ней, а уже потом всем остальным. В мини-роутер можно попасть через IP-адрес 192, 168, 31, 1 стандарт для всех роутеров Xiaomi. Можно через приложение Mi Wi-Fi, а можно через Mi Home. Переначальную настройку, естественно, сами можете сделать, потому что у большинства провайдеров DHCP соединение подтягивается автоматически. Но если у вас не так, то попробуйте через PPPOI. Разумеется, весь интерфейс на китайском. Роутер пока не появился на глобальном рынке, только в Китае. И, к слову, китайские роутеры чаще всего куда более дальнобойные, чем европейские. Это стоит учитывать. А бояться китайского не нужно. Google-переводчик прекрасно справляется, браузер тоже переведет. Если страдать не хотим, то проще использовать Mi Home. Там английский и русский языки есть. Работает норм. Ну и если вы хоть раз пользовались Mi Home, то сами понимаете. Единственный момент, что всякие расширенные параметры нужно будет в любом случае крутить через веб. Но основные фишки доступны и в приложении. Так вот, настройки Wi-Fi. Здесь мы можем видеть настройки для двух сетей, для частоты 2.4 и 5 ГГц. 2.4 поддерживает две полосы, 20 и 40 МГц, каналы от 1 до 13, это стандарт, 5 ГГц вытягивает до 160 МГц, каналы от 36 до 165 МГц. При этом можно разделить сети, и тогда они поделятся следующим образом. Если первая у нас будет работать на частоте 80 МГц, она получит каналы от 36 до 64, вторая будет уже 160-320 МГц, получит каналы от 149 до 165, и у нас получается такая игровая сеть. Но вы этого можете не делать, потому что потеряете общей скорости, ну, процентов 25. Ниже есть стандартный параметр режима совместимости с Wi-Fi 5, но я не знаю, с какими устройствами сейчас могут возникнуть проблемы. А вот что касается энергосберегающего режима, функция относится к подключенным устройствам, а не к самому роутеру. То есть, если ваш телефон прямо сейчас находится в режиме ожидания и подключен к Wi-Fi 6, 6E или 7, он не передает почти ничего через Wi-Fi и позволяет более эффективно спать, если можно так выразиться. Эту настройку мы включаем. Мумимо тоже включаем, она разгружает роутер. Например, у вас есть телефон, планшет и ноутбук. Все они подключены к одному и тому же роутеру. Но благодаря этой технологии телефон займет одну антенну, планшет вторую, а ноутбук третью. Никто никого не будет перебивать и скорости хватит всем. Все эти фишки появились не с Wi-Fi 7, но какая-то часть из них, да, и все они важны. И именно поэтому Wi-Fi 7 важен. Последняя функция, которую Google переводит как «беззаботный» или «подключаетесь счастливо», лучше отключить, если вы не пользуетесь устройствами умного дома от Xiaomi в китайском регионе. Она позволяет быстро находить такие гаджеты и включать их в экосистему Mijia. Даже если вы выключите эту функцию, устройство умного дома продолжит работать, а скорость проседать не будет. Другие настройки нам в принципе не нужны. Пароль от Wi-Fi, ну, вы и сами сможете поменять. Протестируем теперь USB-порт. Я подключил к роутеру SSD-диск и добавил сетевое хранилище прямо в проводник Windows. Пиковое значение, которое я смог получить при копировании большого файла с SSD на компьютер, как раз где-то 200 МБ в секунду. Это почти 2 ГБ, как и заявлено. Соответственно, такая же скорость будет и при выгрузке. Речь, конечно же, про локальную сеть. Если пожелаете, подключайте к роутеру USB-хаб, а в него хоть с десяток флешек и накопителей. Только для этого в настройках роутера не забудьте активировать функцию Samba. Скорость, конечно, может упасть. И в целом скорость зависит от подключаемых устройств, флешек и так далее. А еще один интересный момент связан с файлом подкачки. Вот прям как в винде. Именно на флешке сам роутер может создавать там файл на 128 либо 256 МБ. И это просто интересно с точки зрения реализации. Мы где угодно это видели, но в роутерах нет. И деактивировать файл подкачки, конечно, можно, но вряд ли стоит это делать. Даже если вы докер используете, ну, вряд ли вы там забьете 1 ГБ оперативной памяти на роутере. Да и по сути про роутер сам рассказал. Много здесь всего интересного есть. Роутер хороший. А вы, наверное, весь ролик ждете, ну, когда же он покажет скорость там 40 ГБ в секунду на телефоне. А это не важно, потому что Wi-Fi 7, я же говорю, это не про скорость. Это про стабильность в первую очередь. Это 320 МГц ширина канала, пожалуйста. Это очень все важно и полезно. То, как работает, какой пинг, сколько устройств можно подключить. И вот эта штука, она действительно стабильная. Вот из всех роутеров, что у меня были, а я, говорю, использовал много всяких, этот, наверное, самый лучший. И когда я покупаю у BQ-T там Mesh систему, ставшей мною ненавистной за 100 тысяч рублей условно. А вот эта штука стоит намного дешевле и при этом дает Wi-Fi 7, очень далеко бьет и не нужна никакая Mesh система. И это, если что, не реклама. Это просто относительно дешевое устройство, при этом чуть ли не единственный роутер, который поддерживает Wi-Fi 7 сейчас в России. А стоимость здесь приятная. На одном из китайских маркетплейсов нашел вообще за 12 тысяч рублей. С Алика будет чуть дороже. 13, 14, может 15, там курс постоянно плавает. Но за те возможности, которые BE7000 предлагает, это сущие копейки. Тут вам и докер, и USB, и агрегация LAN, и даже WAN портов, и IPTV, и Wi-Fi 7. Особенно Wi-Fi 7, ради которого мы все сегодня с вами и собрались. При этом у Xiaomi есть еще BE3600, почти в три раза дешевле, и тоже умеет Wi-Fi 7, и тоже работает в России, но бьет не так хорошо, как BE7000. Хотя для двушки на 70 квадратов примерно тоже прекрасно сойдет. Все, такая история, надеюсь, было интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok